Всем привет, меня зовут Вика, и добро пожаловать в видео по строительству в Sims 4. Сегодня мы будем строить типичный русский двор. Конечно, я сейчас не решаюсь говорить за все города России, но в моем городе такие дворики достаточно типичные, но, к сожалению или к счастью, они начинают потихонечку исчезать. На их месте появляются современные многоэтажки, которых, к слову, я не очень люблю. И вот такие мысли об исчезновении подобных российских дворов навеяли на создание этого видео. Как-то раз я каталась на велосипеде и проезжала мимо таких мест, и они у меня всегда вызывали какую-то ностальгию, потому что раньше в детстве я очень часто гуляла в таких дворах. Но опять-таки скажу, что все эти дворы начинают исчезать, потому что строятся многоэтажные дома. Точнее, многоэтажные жилые комплексы. Вот как раз-таки в моем районе очень активно все это строится. И вот недавно была такая мысль, что я смотрела на все вот это новое и не могла вспомнить, как было раньше, что было до строительства этих домов. Я один райончик хорошо помню, потому что он нас впечатлен на фотографиях. Когда я была маленькая, мы с родителями там осенью гуляли, потому что там были клёны, и очень красиво так все с листиками было. И там были такие желтые двухэтажные дома. И как-то раз я уже была повзрослевшая, мне кажется, я была в восьмом или девятом классе, и я решила вспомнить это место, как раз-то было осенью, решила там прогуляться. Но когда я подошла туда, я увидела, что все обнесено забором, и эти дома уже начали сносить, и мне стало очень грустно, что я не могу прогуляться по месту детства. С этой точки зрения, конечно, грустно, что такие районы уничтожаются, но с другой стороны, эти дома уже в полной непригодности, в них неудобные маленькие квартиры, с ними уже ничего и не сделаешь, кроме как их снести. Но все равно концепция многоэтажек мне не нравится, потому что мне нравятся дома с небольшим количеством этажом. Для меня это смотрится как-то уютнее, а вот эти многоэтажки, они будто давят на тебя, как-то меньше пространства создают, как будто ты в каком-то замкнутом пространстве находишься, тебе нормально на небо не посмотреть, ничего нет, ничего нормально не видно. Если ты находишься, например, внутри двора многоэтажки, мне это вообще не нравится. Но, к сожалению, это невыгодно такие вот маленькие строить дома, потому что людей с каждым годом везде и везде становится все больше и больше. Хотя получается такой небольшой парадокс, то что наша страна самая большая в мире, у нас, в принципе, очень много места, по идее, и у нас царит такое главенствие многоэтажек. В то время как в Европе, где в каждой стране очень-очень мало места, я вот говорю про Европу, которая не ближе к России, там какие-то страны, возможно, бывшие СССР, а вот уже, не знаю, Франция, Англия, Испания, вот эти вот такие страны, в них люди живут в маленьких уютненьких домиках, в частных таких домишках. И я когда смотрела на карту Великобритании, каких-то городов, там все усеяно вот в этих домиках, все вот улицы, так прикольно выглядит, и я в восторге от этого. И вот жалко, что у нас такого нет. Там же в таких маленьких странах люди находят место, почему мы не можем найти? Как-то не очень прикольно. Ну и сейчас уже, что, нет смысла менять, понятное дело, ничего, уже все. Процесс запущен, уже это никак не изменить. В этом строительстве я строю два дома. Первое здание — это такая типичная пятиэтажка, у которых 73-этажка, потому что пятиэтажка — это вообще было бы слишком много. Вот у нас очень много таких типичных пятиэтажек есть. Не сказать, конечно, что они хорошие, потому что в них очень мало места для жизни. Но они сейчас пока еще у нас стоят в городе и не сносятся. В принципе, нормально существуют, живут. В каждом районе города такие есть. И рядом с ним я решила поставить здание, которое постарее будет. Я часто его приезжала на велосипеде. Я даже фоткала и пятиэтажку, и вот эту вот двухэтажку, чтобы максимально точно все передать. Но, к сожалению, максимально точно не получится в связи с возможностями Симса. И, конечно, вот эта двухэтажка, она намного атмосфернее. И, например, в пятиэтажке уже везде у всех есть пластиковые окна, то вот у этих двухэтажек там, наоборот, преимущественно деревянные окна. И вот такие здания, они вообще очень-очень редкие сейчас. И как раз-таки в одном из дворов было несколько пятиэтажек, например, друг напротив друга или как-то буквой П. И вот рядом еще такой домик стоял, кирпичный красненький. Но выглядит он, конечно, очень-очень бедно. И как там люди живут, я вообще не представляю. Я все строила без кастом-контента. Это такой некий челлендж. Понятное дело, с кастом-контента можно найти все идеальное, чтобы была просто идеальная атмосфера. А вот с тем, что есть в игре, это уже посложнее. И я очень старалась сделать атмосферу такую. И хочу отметить, что это, конечно же, не место для жилья. Это больше такие декорации, потому что внутри я ничего не строила. Я пыталась. Вот вышли с обновлением каким-то лестницы, которые там выгибаются. Я думаю, ой, ну я сейчас делаю лестницу, как в подъездах у нас. Но нифига, ничего не вышло. И я поэтому в первом подъезде вообще пыталась хоть что-то сделать. Там какую-нибудь планировку, чтобы показать вообще, как это может выглядеть. И больше я нигде ничего и не пыталась сделать. Для декора, чтобы со стороны улицы смотрелось как-то поживее, я на окна нацепила там штори, поставила растения. Вот где балкончики тоже поставила растения. Кстати, я очень рада, что жизнью на острове пришли к нам такие крыши. Из таких вот штук, я не помню, как они называются, но они у нас очень часто применяются при строительстве домов. И как раз-таки в двухэтажном доме там на крыше это всё пригодилось. В общем, очень-очень хорошие, я скажу так, предметы для строительства. Ещё такая отличительная черта этих дворов, то, что под домом есть такие небольшие садики. Кто-то их ограждает, кто-то забивает на них. Вообще не знаю, как это всё распределяется между жителями, чей-то садик будет. У кого-то там растут растения, кто-то там супер ухаживает, кто-то уже забросил. И вот это всё я тоже пыталась показать, что кажется, свои заборчики, своё это. И в первом подъезде я поставила ещё рядом с лавочкой, такой типичной лавочкой подъезда, поставила стульчик обычный, потому что когда я фоткала всё вот это дело для референсов, там тоже стоял стульчик просто у подъезда. Очень так миленько. Я очень долго ещё искала подходящий участок подо всё это дело, потому что, ну, ни один пейзаж в Симпси не похож на российский пейзаж, тем более для другого двора. И вот этот участок в Виллу Крике мне показался самым подходящим, потому что там сзади дома есть такой садик небольшой. И, в принципе, это довольно типично для России. Вот за вот этими у нас пятиэтажками у некоторых целые огороды есть. Ну, они сейчас в большинстве своём заброшены, но вот там прям целые огороды. Когда я строила, я упиралась на планировку двора, который находится рядом с моим домом. Ну, а так как участок оказался немного маленьким для этого, то у меня очень как-то плохо получилась детская площадка. Вообще предполагалось то, что место между домами будет больше, оно будет более квадратное, а там получился такой прямоугольник, и я как-то туда впихнула такие основные штуки. для детской площадки. И, конечно же, парковка. Как же без неё? Не так давно, и, возможно, и давно, с каким-то обновлением вышел новый код, который открывал нам доступ к объектам, которые находятся в городе. Я думала, что, ой, как хорошо, я сейчас возьму оттуда машины. Но каким-то боком я там не нашла машины, и как-то очень много не нашла того, чего думала найти. Как-то очень это всё странно. Может быть, я что-то не так искала. Это я вообще в конце видео делаю, просто сейчас об этом говорю. И мне пришлось сделать старый добрый код, увеличить машинки, которые у нас такие статуэточки. Ну, ничего, они вполне себе такие аутентичные. Единственное, что я нашла вот с этим кодом, это классную такую заброшенную тачку. Вот заброшенные тачки, это, ну, must-have районов 90-х. Вот когда я была маленькая, у нас во дворе, у нас десятиэтажка, которые строились как раз-таки вот в городе в середине 90-х. И во дворе у нас был, во-первых, какой-то грузовик, по-моему. Да, был вот грузовик, на который постоянно мы лазили. Непонятно, почему он так стоял. Какой-то, ну, реально заброшенный. Потом какая-то была заброшенная машина, и гаражи стояли. В общем, мы так лазили, прикольно было. Интересно, интересно. И поэтому, когда я увидела такую часть от машины сломанной, я такая, ой, это нужно поставить срочно во двор. Это обязано там быть. Ещё я нашла автомобильные шины, которые использовала, конечно же, как клумбу. У меня во дворе до сих пор такое стоит. Поэтому это вообще русская смекалочка, и всё такое. Вот эти пятиэтажки, это же панельные, как я понимаю, здания, и у них между каждой панелью есть такая белая штука, её смазывают периодически, чтобы ничего там в дом не поддувало. И моей смекалочки хватило только на то, чтобы поставить вот такое украшение. И оно как бы не совсем прикольно смотрится, потому что под разными освещениями оно разного цвета. Оно должно быть как бы всегда белым, но под определённым углом солнца оно бывает чёрным. И без этого дом уже не так смотрится, как должен смотреться. И поэтому самый идеальный вариант, вот я фотографировала всё это здание и строила его в вечернее время, когда солнышко прямо светит на фасад здания. В остальное время как-то не очень прикольно всё это выглядит. Ещё при строительстве я немного намучилась с окнами, потому что тройные окна пластиковые просто идеальные есть в Симсе. Но сделать такие же, только и двойные у них как-то не хватило. Ресурсов, наверное, не знаю чего, но с окнами, да, были проблемы. И я ещё думала, вот у меня в двухэтажном здании разных цветов окна, а в пятиэтажке, точнее, в трёхэтажке они все одинаковые. Я думаю, ой, ну, наверное, что-то не по-настоящему. Потом смотрю фотку и реально у всех просто белые пластиковые окна. Все уже заменили. Окна, она нормальная, и думаю, ладно, ну, оставлю так, как есть. Основаны на реальных событиях, все дела. Только вот, понятное дело, у всех разные облицовки балконов. У кого-то вот какими-то металлическими штуками, у кого-то панелями, у кого-то ещё как-то. И я всё это пыталась как-то обыграть, чтобы интереснее смотрелось. Я очень-очень надеюсь, что у меня хоть что-то получилось такое атмосферное. Больше я даже не знаю, что сказать про эту стройку замечательную. Некоторые моменты я пропустила, вырезала, потому что они были слишком скучные, вообще смысл на них смотреть. И пока у нас осталось время, я бы хотела немножко так наболевшим, для тех, кто любит слушать разглагольствование, я очень люблю слушать такие штуки, когда я что-то делаю, что-то рисую, или анимации создаю, я прям коплю вот эти видео, разговорные, или какие-нибудь интервью, или что-то такое, или вот те же самые стройки в Симсе. Я просто делаю и слушаю. Мне так нравится. Может быть, кому-то это тоже нравится. Хотела я немножко, я даже не знаю, не пожаловаться, а такие мысли вслух. Недавно исполнился год с момента блокировки моего первого канала, и, соответственно, год вот этому каналу. Но эту дату я не хочу отмечать, это больше надо поминать в этот день. Вообще. Конечно же, я свою симовскую деятельность, ютюбовскую деятельность отмечаю в августе. Ну, вообще, я как бы уже с этим смирилась, да, уже боль вроде бы утихла, но недавно я узнала, что у симерши Мэкси случилась, ну, я бы сказала, подобная ситуация, не такая же, но подобная, с которой благо ей удалось справиться, и всё сейчас хорошо, она записывает видео, всё в порядке. И я просто решила посмотреть вот у неё видео по строительству, где она как раз-таки рассказывает обо всём этом, я решила его посмотреть, потому что я ещё не знала тогда, что у неё случилось, и думала, ой, может быть, у неё то же самое, что и у меня, может быть, я вот послушаю, и тоже у меня что-нибудь получится. сделать, но у неё другая ситуация, вот, поэтому, увы, без неё я ничего для себя не могу никак применить, но когда я слушала это видео, я его, я даже эту историю до конца не смогла дослушать, потому что меня очень триггерили её слова в плане того, что вот, там ей тяжело было, у неё уже были мысли создавать второй канал, всё начинает заново, и она такая, вот, всё начинает заново, и это, и я такая, я сиджу, и мне так стало жалко себя, это ужасно, у меня сейчас ещё такой странный эмоциональный период в жизни, я не знаю, с чем мне его связывать, у меня, ну, в принципе, ничего такого существенного в жизни не поменялось, ничего не случилось, но какой-то такой момент, не знаю, переходный возраст, 22 года, почему бы и нет, что я очень остро реагирую на какие-то неизменения, а если что-то не так происходит, я начинаю слишком сильно злиться, раздражаюсь, я начинаю плакать, если что-то там обидное, и это, в общем, как-то остро на всё реагирую, в такие моменты я позволяю себя жалеть, считать себя самой несчастной, конечно, я так не считаю себя самой несчастной, понятное дело, у меня, как бы, всё нормально, в принципе, но всё равно в какие-то моменты позволяю эмоциям брать вверх и сидеть, всё, я слишком грустная, я ничего не хочу делать, и вот тут я ну, сидела, мне было себя жалко, я даже не могла радоваться за неё нормально, хотя, конечно же, это хорошо, что всё обернулось, но мне больше было жалко себя, очень странные такие моменты, что на мне какие-то ошибки YouTube сказались сильнее, чем на ком-то другом, и вот у меня опять нахлынули все эти воспоминания, мне было обидно, вот это всё всплыло, и я просто опять сидела, и внутри себя бомбило о том, то, что вот, я ничего не могу сделать, мне никто не может помочь, как всё плохо, в принципе, я остыла от этой всей ситуации, но до сих пор мне жалко видео, которые на том канале, мне всегда будет жалко их потери, и, конечно же, хочется вернуть канал только ради этих видео, всё, больше он мне вообще не нужен, я буду продолжать свою деятельность на этом, наверное, если он у меня когда-нибудь появится, но шансы с каждым годом всё меньше и меньше, и так странно получается, что, например, по ссылке со своей группы, пока у меня там есть ссылки на источники, ссылки на соцсети мои, там, тамблер, инстаграм, каналы, и ссылка на первый канал, конечно же, там есть, я по ней захожу и пишет, что канал удалён, но, например, я захожу со своего аккаунта на ютюбе, со своего как бы канала, на котором я просто смотрю все видео, с которым я подписан на всех людей, которые смотрю, я захожу через подписки на свой канал и пишет то, что он заблокирован, а не удалён, и вот это, конечно, интересно, и, в общем, я вот в этом порыве, это было, кстати, вчера, кажется, я сидела, я опять написала апелляцию, в этот раз там как-то поменялось, раньше, если ты пишешь апелляцию, тебе приходит письмо, типа, мы, ну, не приняли, а, ну, или приняли, вы подали апелляцию, мы с вами свяжемся, сейчас, они вообще ничего не пишут, очень интересненько, там было написано, когда я подала апелляцию, нажала отправить, если будут у нас интересующие вас сведения, мы вам напишем, то есть, мне кажется, они даже не напишут, если у меня ничего не будет, типа, раньше они писали еще ответ, типа, ваш канал останется заблокирован, то в этот раз, наверное, они вообще ничего не напишут, политика, я очень надеялась, что за этот год хоть что-нибудь поменяется в отношении этого всего, что-то изменится, какая-нибудь политика ютуба, но, когда я зашла на справку в форум по ютубу, как была там вот эта запись, как подать апелляцию, так она и осталась, то есть, она за целый год вообще не поменялась, и пипец, не знаю, почему так, и просто, мне кажется, вот, очень многих людей как бы эта ситуация затронула, и в этом году еще канал, у которого было 200 тысяч подписчиков, или 300 тысяч подписчиков, тоже заблокировали, они ничего не могли делать, сделать ничего тоже с ним, потому что у них особо не было никаких связей влиятельных, то есть, там канал такой озвучки, вот, меня просто берет такая злость на ютуб, такую, я вижу сразу лицемерие, то, что вот люди страдают, а у них на форумах какие-то такие записи, очень безобидные, и, которые, которые, помогают развиваться контент-мейкером, креатором, всякие эти штуки для креаторов, для развития, бла-бла-бла, против, дедфункция, у нас есть вот эта функция, и, я не знаю, я очень слюсь, когда это вижу, просто просто сделайте нормальную нам безопасность, обеспечьте канал, чтобы у нас просто так не блокировали нас, мы, и чтобы не только каналы-миллионники могли разблокировать свой канал, то хорошо будет, зачем нам все вот эти кнопки всякие разные к нам просто хотим, спокойство, спокойно выкладывать свои видео, и знать, что все будет хорошо. У меня еще была такая идея, недавно была новость, что один гражданин из Оренбурга, кажется, подал иск судебный на Apple за то, что эта компания, там то ли приложение какое-то, то ли что-то еще, примкнуло его к гомосексуализму, это очень смешно. Я подумала, у меня, конечно, до этого тоже были мысли, но я подумала, почему бы не подать иск за причинение морального вреда и за причинение тоже имущественного ущерба, потому что у меня как бы там деньги были вообще-то, ну то есть не деньги были, а были ролики, которые набирали просмотры, и которые мне приносили какую-то денежку там в копилку, а сейчас их нет, ничего нет, и как бы как-то меня с темой деньги, кто мне их вернет вообще, такая меркантильная нотка, но все-таки она имеет место быть, и в общем, да, я начала гуглить эту информацию, но я ничего такого толкового не нашла, и хз, насчет этого, но просто надо госпошлину платить на этот иск, когда его подаешь, поэтому хз, хочу ли я тратить деньги на это, и время, и нервы, ну посмотрим, в общем, такая минутка, не знаю, чего, минутка нытья, не минутка, а побольше, конечно, ну в общем, как-то так, я бы сказала, мне прям полегче стало, мне было бы интересно узнать ваше мнение по поводу данного строительства, и есть ли в вашем городе подобные дворы, мне кажется, в каких-то некрупных городах, хотя даже, возможно, и крупных городах, но не в центральной России, не в Москве, да, и в области, хотя в области, наверное, такое и есть, но вот такие дома и дворы, они, возможно, еще преобладают, хотя я, возможно, ничего-то и не знаю, возможно, прогресс в нашей стране существует не только в Москве и в Питере, но вы не поняли, везде, конечно, есть, но где-то просто запаздывает, мне было бы интересно узнать, как вы относитесь вообще ко всему тому, что я сказала, вот к тем же многоэтажкам, к этим вот старым зданиям, я надеюсь, что вам понравилось это видео, всем большое спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Спасибо за просмотр!